Вести полный эмбарго на всю российскую продукцию черной металлургии без исключений предлагает международная санкционная группа Ермака Макфола. В частности, на производство металлопродукции в третьих странах из стали российского происхождения до 2024 года. Следует закрыть важные лазейки в нынешнем режиме, распространив полные санкции на металлургические компании, которые поставляют сырье российским военным для вооружения и финансируют войну за счет значительных налоговых платежей. План действий 2.0 – усилие санкций против РФ на сайте международной санкционной группы Ермака Макфола. Среди других пунктов предлагается усилить контроль за соблюдением предельных цен на нефть, вести эмбарго на транспортировку российской энергетики в ЕС и Восточную Азию, ужесточить санкции по импорту российских алмазов. ЕС не ввел санкции ни в отношении алмазов, ни в отношении Алроса. Этот крупный источник доходов для финансирования войны России в Украине должен быть сокращен. План действий 2.0 – усиление санкций против РФ на сайте международной санкционной группы Ермака Макфола. Речь идет о промышленных алмазах. По словам экспертов, Россия монополизировала эту часть рынка, поэтому некоторые западные страны продолжают их покупать. Не нашли замены на данный момент, то есть это гораздо сложнее, чем с той же самой нефтью и газом. Алмазы – это довольно-таки большая часть российского бюджета, и хотя бы частично алмазы должны быть ограничены со стороны поставки России. Также группа Ермака Макфола предлагает ввести санкции и против Газпромбанка. Ранее Евросоюз отключил от международной системы SWIFT только две трети российских банков, пишет «Заэкономист». Западные страны не отрезали российские банки полностью, поскольку им необходимо платить за российские нефть и газ, которые они продолжают импортировать. В публикации «Заэкономист». Евросоюз также обсуждает введение ограничений на IT-технологии и морскую логистику. Под санкции попадут танкеры без навигационных систем, позволяющих отслеживать их перемещение. Пакет будет направлен на то, чтобы закрыть лазейки, в том числе из третьих стран. Об этом пишет Bloomberg. Это вопросы, когда судно осуществляет перевалку в открытом море, потом продают, подменивают документы, продают как нефть, которая поступила из других стран, не из России. Для производства современного оружия России необходим доступ к компонентам двойного назначения западного производства – от двигателей до микросхем. Ранее, чтобы сэкономить микрочипы, Кремль временно прекратил выдачу биометрических паспортов. А высококачественные стиральные машины импортировали в большом количестве из третьих стран, чтобы очистить их от микросхем. Предположительно, чтобы использовать их в управляемых ракетах и другом военном оборудовании, пишет британская газета. Из-за будущих ограничений поставки некоторых товаров в Россию будут также под запретом. Вопрос не столько в том, сможет ли Россия выдержать еще более длительную войну на истощение, сколько в том, сможет ли она поддержать высокую интенсивность боевых действий. Это выглядит почти невозможным. В публикации The Economist. По словам министра иностранных дел Польши Сбигнева Рау, 11-й пакет санкций Евросоюз сможет согласовать до конца мая. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. Продолжение следует...